Всем привет! Сегодня я бы хотел показать вам еще один свой проект. Это скважина для воды. Казалось бы пробурил, поставил оборудование и пользуюсь водичкой, но не так все просто. Желательно, чтобы то самое оборудование не замерзло зимой и всегда было в свободном доступе. Итак, скважина у меня не артезианская, а как и большинство скважин в нашем регионе доходит до первого водоносного горизонта. И имеет глубину 15 метров. Можно конечно сказать, что это и второй горизонт. Сначала на глубине 5-8 метров идет первый. Из него долгие годы с помощью колодца мы брали воду. Но этот горизонт зависит от сезонных осадков и при увеличении потребности воды, воды стало не хватать. Поэтому мы решили сделать скважину. Вот таким методом ребята забуривались с водой, извлекают грунт и наращивают длину своего бура. Когда они дошли до коричневой глины, глубина была 10 метров. Затем тяжело проходили этот слой глины толщиной около метра. Она сверху защищала водоносный горизонт. Зато когда ее прошли, пошел чистый белый песок с 11 метров в водоносный горизонт. Здесь все пошло как по маслу. И закончился этот слой на 15 метрах, уперевшись в голубую глину. Нижняя граница водоноса. После бурения в скважину необходимо установить обсадные трубы диаметром 125 мм, длиной по 3 метра. Соединяются они при помощи резьбового соединения. Нижние трубы идут с полипропиленовым фильтром и с отверстиями для забора воды. Верхние цельные. Ребята их устанавливают одну за другой, прокачивают воду и скважиной можно пользоваться. Но она еще не слишком практичная, поэтому ее нужно обустроить. Для начала обкапываем ее. Работа кипит и днем и ночью. Размер ямы 1,5х2 и глубиной 1,5 метра. После чего гидроизолирую ее, а верхний край изоляции пока что положу на землю. Затем теплоизолирую пенополистиролом на глубину 1 метр 20 сантиметров. Глубина промерзания грунта. Закладываю металлическую сетку и отступив от полистирола примерно 8 сантиметров, начинаю выкладывать стену из кирпича на ребро. Она же будет служить несъемной опалукой для бетона, который зальется в эту полость. Но перед заливкой туда нужно заложить шпильки для крепления крышки. Далее выкладываю надземную часть колодца. Для этого использую газоблок для лучшей теплоизоляции. Сперва делаю раскладку в стороне, подгоняю и номерую каждый блок. И только после этого укладываю его на свое место, насаживая на те самые шпильки. После полного высохания обтесываю и гидроизолирую эту кладку. Приклеиваю ранее отвернутый рубероид, а сверху новый. К этому времени у нас уже подключен насос, реле, в общем автоматика. И мы уже водой пользуемся. Временно накрываю все это и приступаю к сборке крышки. Сначала собираю коробку, склеиваю полиуретановым клеем, плюс хвости и уголки. Затем приступаю к створке. Собираю ее по тому же принципу. Использую навесы бабочки, а для облегчения поднятия крышки применяю вот такие газлифты. А точнее газовый упор багажника автомобиля. Когда каркас готов, крашу его, утепляю 10 сантиметровым слоем полистирола крышку, закрываю ее фанерой. Коробку устанавливаю на место с помощью шпилек. Крышку сверху накрываю профлистом, острые отторцы которого перекрываю V-образным профилем. В таком виде скважина отработала уже 2 года. Был момент, когда температура опускалась до минус 30 градусов. Кусок плохо утепленной трубы в коридоре перемерз. А в скважине никаких проблем. Газлифты тоже работают отлично. Эта скважина, помимо обеспечения питьевой водой, играет важную и фундаментальную роль в поливе винограда. Об этом и другом я буду вам рассказывать в следующих видео. Всем спасибо за внимание. До новых встреч и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok